Приветствую всех зрителей! У нас сегодня самолет F-16 и посмотрим, как применять свободно падающие бомбы с кабрирования, так называемый режим LED. Итак, смотрим, главный включили, далее выбираем воздух, земля, выбираем наше оружие, это 84-й у меня ГБУ-хи стоят, сразу проверяем взрыватель, нос, хвост, ну и я буду сбрасывать сразу парой бомбы у меня. Всего подвешено две штуки. Далее, заходим в настройку режимов и вместо CCIP выбираем режим LED. Все, он выбран и сразу та точка, тот вейпоинт, который у вас назначен, видите, радар смотрит в эту точку, это наша целевая точка, куда будет происходить расчет сброса. Понятное дело, также эту точку в SPI можно задать при помощи каких-то других сенсоров. И далее по настройке бомбы, точнее не бомбы, а режима. Итак, заходим вот сюда в меню CTRL и первое, что мы выбираем, это Release Angle или угол сброса, на котором мы производим сброс бомбы. Давайте я сделаю его в 30 градусов, вбиваю 30, нажимаю ENTER. И теперь у нас угол сброса бомбы 30 градусов. Далее, заходим в подменю LED и здесь у нас есть три режима. Это три параметра. Это PR, это скорость набора высоты, какая дальше, время полета до цели и минимальная высота сброса бомбы. Давайте я, например, поменяю нашу скорость набора на 30 тысяч, например. Так, 30 тысяч есть. Время полета оставим 28 секунд и давайте высоту. У меня сейчас 590, но давайте минимальную сделаем там 600, например. Там, где у нас тут, 600 футов. ENTER. Все, мы можем теперь вернуться. Возвращаемся в меню и смотрим. Угол сброса 30 градусов, скорость набора 30 тысяч футов, время полета 28 секунд и минимальная высота 600 футов. Все, теперь все, что нам остается сделать, это сняться с паузы и на максимальной скорости, давайте врублю форсаж, двигаемся в сторону нашей цели. Опять же, как и в режиме CCRP, линия сброса должна проходить через вектор скорости и какие наши дальнейшие действия. У нас здесь есть две вот такие метки, жирная и вот такая меточка. Как только мы будем подходить к месту сброса, они начнут двигаться друг к дружке. И в этот момент мы зажимаем уже клавишу сброса. Как только они соединятся, мы начинаем набор с углом в 30 градусов, с перегрузкой где-то в 4G. Ну и освобождение, точнее сброс бомб произойдет автоматически, когда будут достигнуты параметры. Ну и не забываем, что желательно, конечно же, линию сброса вертикальную держать на векторе скорости во время этих маневров. Итак, продолжаем двигаться. Удерживаем, как и в режиме CCRP, линию сброса на центре маркера вектора скорости. Идем, видите, пока движения никакого нет. И вот наши, видите, граничные рисочки. Поехали. Зажимаем боевую клавишу и готовимся в момент их встречи произвести набор с перегрузкой в 4G и на угол в 30 градусов. Итак, есть соединение. Выходим на угол в 30 градусов. Бомбы сброшены. Ну и все. Разворачиваемся. Мы уходим. И сейчас посмотрим, куда там бомбы долетели. Так. Идем, идем, идем. Ложимся на обратный курс. Ну и давайте посмотрим на полет наших бомб. Ну, как вы понимаете, параметры я сброса немножечко неправильно выдерживал. Должны бомбы были попасть в центр, вот в это вот скопление грузовичков, которое было здесь. Но я думаю, что сам принцип работы я в этом видео объяснил. Тут, как и в режиме CCRP, все зависит от того, насколько точно и правильно вы пилотируете самолет. Иначе, понятное дело, бомбы свободно падающие и точность очень сильно от этого зависит. Ну, а на этом я видео заканчиваю. Всем хороших полетов.